Привет, друзья, с вами Кейк и сегодня мы сделаем видео о том, как купить криптовалюту, где купить криптовалюту, где хранить, сколько хранить в экшенже и сколько хранить в холодном кошельке, то есть здесь, и зачем это вам нужно. Сейчас я сделаю покупку, куплю один эфириум и посмотрим на процесс, как это все делается. Итак, друзья, открываем Exchange Binance. Я тут зарегистрировался уже, очень легко, вы можете зарегистрироваться. Ну, это те валюты, которые я держу в экшенже. Это не мой резерв, это просто для того, чтобы продать или... И еще открываем coinmama.com, то есть отсюда мы будем покупать. Здесь много раз я делал покупки и ни разу не было, чтобы что-то пошло не так. Входим. Тут 8 вариантов, что купить. И также внизу есть уже стандартные варианты на 100 долларов, 250 долларов. Также мы можем сами назначить сейфу или количество той или иной валюты, что мы хотим купить. К примеру, мы сегодня сделаем покупку, мы купим один эфириум. Он будет стоить нам 105 долларов приблизительно. О, да. Было время, когда я покупал эфириум и за 500 долларов. Это адрес. То есть, куда наш эфириум будет отправляться. Входим сюда. Тут пущен эфириум. Для каждой криптовалюты есть собственный адрес. Вот наш адрес. Тут будьте внимательны, чтобы в точности копировать адрес. А то, если адрес будет неправильным, ваши эфириумы потеряются. И их невозможно будет вернуть потом. Чтобы начало и конец точно совпадали. Все окей. Go to payment. Хорошая функция, чтобы точно не было проблем с адресом. Коином, на всякий случай, отправляет имейл, который вы должны подтвердить, что тот адрес эфириума, который вы написали, правильный. В данном случае у нас все окей, все правильно. Так, идем в баланс. Итак, у нас эфириум от 0.8 и с чем-то. Наша покупка в процессе. Средства уже сняты с карты. Я только что получил смс. Ордер завершен. Эфириум не сразу будет на нашем кошельке. Мы должны здесь ждать 10 или 20 минут. А вот и наше уведомление, что наши средства, то есть один эфириум с чем-то, уже на счету на Binance. Отлично. Пойдем в баланс, проверим баланс. И вот 1.8. Нам все окей. Ну вот эфириум у нас на Binance. Мы купили один эфириум. Как я уже сказал, на Binance я держу только то количество коинов или токенов, которые я периодически продаю и обмениваю на что-то другое. То есть для трейдинга. А для резерва мы покупаем холодный кошелек и держим наши средства там. Вот, к примеру, вот это. Несколько версий есть. Несколько компаний предлагают разные холодные кошельки. Я пользуюсь этим и очень доволен. Вот это холодный кошелек сам. Тут две кнопки, тут экранчик маленький. Ну, в принципе, это как флешка, которую дают в банке. Очень похоже на это. Очень легко пользоваться. Там вся инструкция в коробке есть. Вам будет очень легко все настроить, скачать программу и начать использовать этот холодный кошелек. Что важно помнить. Проверьте адрес, куда вы отправляете ваши коины. Потому что если адрес будет неправильным, вы потеряете и средства, и коины. Не храните в биржах много. Почему? Потому что в любом случае, это, знаете как, биржа может что-то случиться биржей. Могут хакнуть биржу, вы потеряете и средства. Может государство заморозит счета. Вы знаете, лучше всего держать средства у себя или в банке. Да. Вот и все. Спасибо всем, пока.